Мы остановились на задаче 121. В ней спрашивается, верно ли, что х меньше у, если х, делённое на 2, равно 3, делённому на у? Здесь, по сути, говорится, что х умножить на у равно 6. 6. Я просто перемножил крест-накрест. Можно это делать шаг за шагом. Умножить обе части на 2, затем на у. Получим, что ху равно 6. От нас хотят знать, меньше ли х, чем у. В утверждении 1 говорится у больше или равен 3. Что значит, если у больше или равен 3? Давайте подумаем над этим. х равен 6 разделить на у. Если у больше или равен 3, то х имеет наибольшее возможное значение. Это если у равен 3. Если у большее число, то х будет только меньше. Значит, х будет меньше или равен 6 третьим. Или х будет меньше или равен 2. И только я хочу, чтобы вы поняли, почему я так сказал. Подумайте над этим. Здесь сказано, у больше или равен 3. Если у равен 3, то х будет равен 2. Если у — 4, то х — 1,12. Если у — 6, то х — 1. Итак, своё наибольшее значение х принимает, когда у равен 3. Чем больше становится у, тем меньше становится х. Из того, что у больше или равен 3, следует, что х меньше или равен 2. Значит, утверждение 1 самого по себе достаточно, чтобы установить, что х меньше у. Если х меньше 2, а у больше 3, то х точно меньше у. В утверждении 2 говорится у меньше или равен 4. Меньше или равен 4. Интересно, это на самом деле противоположно тому, что говорилось в этом утверждении. Теперь нам говорят, что у не больше определённого числа, а меньше определённого числа. Если посмотреть на это таким образом, давайте вернёмся к этому уравнению. Если у — 4, то х будет… Давайте нарисуем маленькую табличку. У и х. Итак, у и х. Если у равен 4, то х равен 1,5. Если у равен 3, то х равен 2. Если у равен 2, то х равен 3. На самом деле это ограничение. Я могу подобрать массу разных у, удовлетворяющих этому ограничению. Но это всё равно ничего не говорит мне о том, больше или меньше х, нежели у. Здесь х меньше у. А здесь х больше у. То есть это утверждение бесполезно. Утверждения 1 самого по себе достаточно, чтобы ответить на вопрос. А утверждение 2 ничего не даёт. Задача 122. Если v и w — разные целые числа, то равно ли v нулю? Разные целые числа. Запомните. Нам сказали разные, и нам говорят, что w равно v в квадрате. w равно v в квадрате. Итак, давайте подумаем над этим. Что же это нам даёт? Из этого не следует, что v обязательно равно нулю. И в самом деле, если… Давайте подумаем. Единственный случай, когда это может быть верно, когда v равно нулю, это первый, первый случай. Итак, если же v не равно нулю, если v не равно нулю, то что из этого следует? Что? Что w равно v? Подумайте. Если v не равно нулю, мы можем разделить обе части на v, потому что знаем, что делим не на 0. Мы делим обе части на v и получаем с левой стороны w, потому что v уничтожается. А v в квадрате разделить на v — это v. У нас остаётся… Я хочу, тем не менее, проявить здесь осторожность, потому что w должно быть равно v, но нам уже сказали, что w и v — это два разных числа. Мы знаем, что это ситуация… Итак, знаем, что это ситуация… Если w равно v, то v не равно нулю. В условии задачи сказано, что w и v — два разных целых числа. Сказано, что w не равно v. Мы знаем, что единственный случай, когда это выполняется, если w не равно v, когда v равно нулю. Значит, утверждение 1 самого по себе достаточно, чтобы ответить на этот вопрос. Утверждение 2. Дубль в равно двум. Дубль в — это два. Это ничего мне не даёт. То есть, w может быть равно двум, а v может быть равно нулю. Или же, v может быть равно трём. Нам сказали только то, что v и w — это разные целые числа, и что они не равны друг другу. Это совсем не помогает мне установить, равно ли v нулю. Значит, утверждения 1 самого по себе достаточно. Я только хочу убедиться, что сделал всё правильно в первой части. Да, единственная ситуация, когда это верно… Это верно, если v равно нулю. И это верно, когда w равно v. В обоих этих случаях это верно. Только так это выполняется. И мы знаем, что w не равно v. Значит, v должно быть равно нулю. Итак, следующий номер — 123. 123. Каково значение выражения 36500 умножить на 1,05 в степени n? В утверждении номер 1 говорится. n в квадрате минус 5n плюс 6 равно нулю. Мы можем найти n. У нас будет 2 значения. Это n минус 2 умножить на n минус 3. Я просто разложил это на множители. Я спросил себя, какие 2 числа, когда я их перемножаю, дают положительное 6? Я ответил, минус 2 минус 3. Когда мы складываем их, получаем минус 5. Вот почему я выбрал отрицательные числа, а не плюс 2 и плюс 3 или какую-то другую комбинацию. Равно нулю. Итак, из утверждения 1 следует, что n равно 2 либо n равно 3. Утверждения 1 самого по себе недостаточно. Потому что я не знаю, нужно ли подставить сюда 2 или 3. Значит, пока я ещё не могу установить это значение. В утверждении 2 говорится n минус 2 не равно нулю. Само по себе это утверждение довольно бесполезно, поскольку из него следует только то, что n не равно 2. А значит, n может быть любым другим числом. Не знаю, какое число мне подставить сюда. Но вместе эти 2 утверждения… В утверждении 1 говорится, что это либо 2, либо 3. В утверждении 2 говорится, нет, это не 2. Итак, воспользовавшись обоими утверждениями, мы понимаем, что n равно 3. И тогда мы, несомненно, можем решить задачу. Возвести 1,05 в третью степень, и множить это на 36500, чего я не буду делать, потому что это была бы трата времени. Следующая задача 124. В декартовой системе координат, изображённой выше, нарисуем… Здесь у них ось y, здесь ось x. На ней рисую треугольник. Нарисую его другим цветом. Вот так. И буквы… такие… O, P, Q. В декартовой системе координат, изображённой выше, если отрезок OP меньше отрезка PQ… Итак, запишем. OP меньше PQ. Площадь OPQ больше 48. Итак, мы хотим узнать, больше ли это площадь 48. Вот вопрос задачи. OP меньше PQ. На самом деле, я нарисовал неправильно. Наверное, эта точка смещена немного влево, но ничего. Можем представить себе это. Итак, посмотрим утверждение номер 1. Координаты точки P, 6, 8. То есть это 6, 8. Так мы узнаем высоту. Когда мы вычисляем площадь треугольника, нам нужно знать длину основания, которую мы умножаем на высоту. И затем умножаем это на 1, 2. Высота этого треугольника — это координаты у, которая равна 8. Значит, высота треугольника — 8. У нас есть высота, но мы по-прежнему не знаем расстояние между O и Q. То есть утверждение 1 само по себе даёт нам не так уж много информации. Итак, здесь говорится, что координаты точки 6, 8. Координаты P, 6, 8. Утверждение 2, говорится. Координаты точки Q, 13, 0. Это нам пригодится. Значит, вот это расстояние — 13. Само по себе это бесполезно. И если бы у меня не было высоты, я всё равно не смог бы вычислить площадь этого треугольника. Но теперь, если я воспользуюсь обоими утверждениями, я смогу узнать, чему равно основание умножить на высоту. Площадь будет равна основанию умножить на высоту и умножить на 1, 2. 8 умножить на 1, 2 — это 4. И умножить на 13 — это 52. 52, несомненно, больше 48. Проверю себя. Ведь я не использовал эту информацию. Я совсем не использовал её. Она мне не понадобилась. Посмотрим, надо подумать. Нет, думаю, я не прав. Утверждения 1 самого по себе может быть достаточно. Предположим, что у нас нет… Да, это задача с подвохом. Предположим, что у нас нет утверждения 2. Смогу ли я без него определить, больше ли это, площадь 48? Давайте подумаем. Да, кажется, я был неправ. Я нашёл свою ошибку. Итак, если это 6,8, то площадь этого треугольника, вот это расстояние, будет 6. Это расстояние 6,6,8. Хорошо. Итак, площадь этого треугольника 6 умножить на 8. 48 умножить на 1,2. Значит, площадь вот этого треугольника 24. Но нам сказали, что p меньше pq, что это расстояние меньше этого. Может быть, мне стоит нарисовать это так, чтобы вы видели. Единственный случай, когда это расстояние меньше этого расстояния, если это расстояние меньше вот этого расстояния. Это задача с подвохом. Это должно быть меньше вот этого. q должна быть дальше. Только при этом условии получится, что этот отрезок длиннее этого отрезка. Мы исходим из-за того, что q лежит на оси, потому только так мы можем смещать её вперёд либо назад. Итак, если это расстояние больше этого расстояния, то площадь этого треугольника будет, по крайней мере, 24. Значит, эта площадь будет больше 48. На самом деле, нам было достаточно утверждения 1, чтобы решить задачу. Это всё, что нужно. Информации из утверждения 1 достаточно. Утверждение 2 содержалось недостаточной информации, поскольку в нём не сказано, насколько высоко лежит p. Она могла лежать совсем низко, и тогда площадь была бы меньше 48. Или она могла бы лежать совсем высоко, и тогда площадь была бы больше 48. Но как бы то ни было, видите, я чуть было не допустил здесь ошибку. Увидимся в следующем уроке. Взрыв 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 Продолжение следует...